Это было обычное утро. Ученики старшей школы в Санта-Кларите торопились на занятия, как вдруг раздались выстрелы, которые, как говорят теперь эти подростки, навсегда изменили их жизнь, разделив на до и после. В панике школьники разбегались, баррикадируясь в классах. Я была в библиотеке и услышала выстрелы, но вначале я приняла их за какие-то строительные работы. Только потом увидела хаос. Вокруг все стали паниковать и плакать, и тогда я поняла, что случилось. Это страшно, ведь я мог погибнуть. Это сумасшествие, все, что происходит. Первую помощь пострадавшим стали оказывать родители учеников, которые в момент стрельбы только высаживали своих собственных детей у школы. После того, как информация о расстреле в учебном заведении стала появляться в новостях, встревоженные родные школьников начали съезжаться в местный парк, куда на автобусах привозили учеников. Саму школу и близлежащие районы на тот момент взяли в оцепление. Полиция искала стрелка, только позже выяснилось, что он в числе других раненых госпитализирован в одну из больниц города. В момент встречи со своими детьми, пережившими стрельбу, родители просто не могли сдержать слез. Для многих случившееся стало шоком. Почему это все происходит? Сколько еще детей должно погибнуть, прежде чем что-то будет предпринято? Почему родители должны бояться отпускать детей в школу? Мне просто повезло сегодня. Мой сын жив. Это страшный сон каждого родителя. Нам надо что-то делать. И с контролем над оружием, и с психически нездоровыми людьми. Сам стрелок учился в этой же школе. Полуавтоматическое оружие 45-го калибра, как стало известно после просмотра камер видеонаблюдения, он пронес в школу в рюкзаке. В социальных сетях, предположительно, на его странице сотрудники ФБР обнаружили сообщение о том, что завтра в школе будет весело. Но после стрельбы эти слова были стерты из аккаунта. Кем, следователям еще предстоит выяснить. Несные мотивы преступления. Подросток потерял отца два года назад. После этого, как говорят соседи, замкнулся в себе. Расследование продолжается. Продолжение следует...